Очень сложное название. Вельшконги... Корги. Пемброк. Пемброк. То есть вот мы сейчас находимся возле вот такой вот красивячей собаки и две очаровательные владелицы. Как вас зовут, девчонки? Дарья. Анна. Дарья и Анна. Ну, меня зовут Олег. Я автор и ведущий канал Я и Мой Хвост. Расскажите, пожалуйста, о своей породе. Расскажите. Порода скатагонная. Это овчарка. У себя на родине Великобритании она очень хорошо пасет овец. У нас дома она пасет коз. То есть кого-то пасит, да? Да, это скатагонная. То есть это семейная такая собака. То есть если будет ребенок, она будет заботиться о нем, да? Это очень компанистская собака. Очень добрая. Агрессии у них нет. То есть в семью с ребятишками очень вполне. Вполне. А вот говорят, вот по легендам ходит, что вот эта вот у нее штучка, которая здесь тут находится, это седло для эльфов, да? Да, вот есть такая легенда. Как вы считаете, это правда? Да. Мы думаем, да. Есть одна легенда, что два ребенка, которые пасли коров, нашли двух щенят и подумали, что это лисят, и забрали их домой. И потом это оказались в Вильшкорге, Пенброк. Ну, понятно. Но в связи с тем, что это овчарка, то принцип дрессировки такой же, как служебная собака, она относится. Она в основном аппортировщик или все-таки она пищевик? И то, и другое. Очень хорошо она и на еду, и очень хорошо на игрушку она в принципе дрессируется. Ведется, да? Хорошо, да. А так как пищевик, скорее всего, в большей степени, она склонна к полноте. То есть здесь нужно регулировать, да? Обязательно. Чтобы в свободном доступе еда не стояла. Обязательно, потому что... Контроль веса обязательный, да? Обязательно, потому что потом начинается проблема... Квартирное содержание. Вполне прилично. Единственный какой недостаток, это шерсть линяющая. Ну, шерсть у всех собак. Фурминатор спасает, не спасает? Нет. Даже фурминатор не спасает? Нет. То есть это как можно чаще, 2-3 раза в неделю чесать. Потому что это... Ну, ясно. Ладно, удачи вам пожелаем. Спасибо. Что, собачка, пока? Спасибо. Собачка такая классная. Вот ее владелица зовут Агата. Ну, Агата, расскажи, пожалуйста, о своей собаке. У меня собака порода сибирской хаски. Самая любимая всеми собака. Домашний хомячок. Самая безобидная, для детей идеальная, но для квартиры очень сложное содержание. Вот я только хотел спросить по поводу квартирного содержания. А в чем сложность именно заключается? Сложность заключается в том, что собака не любит одиночество. Она компанейская, она стайная, ей нужна компания. И если ее оставить дома одной, она страшно воет и разносит квартиру. Ну, да, это не лающая собака, а поющая собака, улыбающаяся. Еще говорят, что если воры залезут в квартиру, то хаски еще поможет вынести. В связи с тем, что они не сдавают. Да. Здесь агрессии к людям нет никакой абсолютно. Вот смотрите, видите, подходит человек, гладит, начинает. И, собственно говоря, собаку это устраивает. Да, ей даже это очень нравится. То есть, а вот по поводу шерсти там? Шерсти не так уж и много. То есть, вот период линьки, вот эта вот весна-осень, она как бы присутствует. Конечно. Или все-таки вот большинство собак, но вот эта квартирная, то есть, линька, она идет постоянно. Ну, из тепла в холод, из тепла в холод. Нет, сезонная только два раза в год. Ну, и вот и щенячья линька, и все. И все-таки нагрузки, наверное, собаке давать надо много, да? Конечно. То есть, это гулять минимум 2-3 часа в день. Не 15-минутные прогулки в день. То есть, если вы решили приобрести себе, вот чисто понравилась вам хаски, да, и вы хотите приобрести ее в квартиру, то здесь стоит задуматься о своем образе жизни, да? Да. То есть, эта собака только для активных людей, потому что иначе ей будет очень плохо, она будет страдать, болеть и все другие. Ну, я уже не буду здесь, мы живем в одном доме, я очень часто вижу, здесь познакомились, правда, первый раз. Я достаточно много и часто вижу, как собачка гуляет, поэтому здесь, собственно говоря, претензий к владельцу нету абсолютно. То есть, собака... Даже в магазины ходим, уже знаем, куда нас пускают и куда нет. Ну, ясно. Удачи вам, спасибо вам большое, смотрите нас на нашем канале. Итак, друзья, напоминаю вам о том, что работа на создание базы канала продолжается. Если вы хотите принять в этом участие, вы можете перечислить абсолютно любую сумму денег на предоставленные реквизиты, которые вы увидите к описанию к ролику. Если вы не можете помочь материально, то можете просматривать до конца рекламу и в конце видео ставить лайки. Всем спасибо.